Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антоник Михайлович. Хочу поделиться с вами и со своим опытом использования такого аппарата, как FaceHunt. Аппарат замечательный, грубо резюмируем. Используем мы его приблизительно около полутора лет, ну может быть около двух, мне кажется. Я точных сроков даже не определял. С первого дня этот аппарат мы пустили в ход по полной программе. То есть используем его в нашем клиническом приеме практически для всех пациентов, особенно для тех, кто проходит сложную диагностику. То есть он входит у нас в комплексную диагностику зубоучрусную систему. То есть все пациенты, которым мы делаем электронную аксиографию, снимаем оттиски, делаем модели, делаем фотографирование лица в 2D и интраральные фотографии, мы также всем пациентам проводим сканирование FaceHunt. Когда я впервые с ним познакомился, я загорелся этой идеей, потому что вы знаете, что при переносе пространства артикулятора, физического либо виртуального гипсовой, модели встают не очень точно по эстетическим параметрам. А очень часто даже в принципиально другую позицию, нежели эстетическая какая-то горизонтальная линия. Это связано с тем, что шармированная ось сустава находится в другой позиции и так далее. Тем более и у человека голова не очень симметричная, поэтому использование такого аппарата помогает решить эти все проблемы, помогает наложить нам картинку, визуализацию лица пациента, его улыбки, его типа лица на существующие отсканированные гипсовые модели, либо отсканированные полностью рта модели. И позволяют работать с этим сложным виртуальным проектом и моделировать не только функциональные какие-то параметры, но и очень важные эстетические. Скажу вам так, что эстетика настолько важна, что даже у людей, которые занимаются функцией, ну казалось бы, мы занимаемся больше функцией, лечим заболевания ВНЧС, щечки, дисфункции, в остальном апплюзию. Но когда меня спрашивают, что важнее, эстетика или функция, я говорю, что трудно, конечно, сказать, что важнее, но мы берем сначала эстетику, и 80% работы строится, исходя из эстетических параметров, используя ориентиры функциональные, а вот потом 20%, приблизительно финишные, 10, бывает 15, это микрофункциональные движения, латератрузионные, протрузионные, которые составляют меньшую долю, нежели сама основная работа. Рекомендую всем, особенно зубным техникам, врачам-стоматологам, всем специалистам, которые занимаются реконструкцией зубных рядов, реорганизацией, реабилитацией этих сложных пациентов, использовать подобные устройства, они облегчат значительно вашу работу. Да, пока существует большая проблема со стоимостью довольно значительных таких приборов, но я думаю, что в практике они окажут незаменимую роль. В последнее время мы пытаемся использовать еще программы наподобие Белус 3D, всем вам известно, но скажу, что детализация мелкого рельефа лица и других структур гораздо хуже, поэтому все-таки прибор, который вы видите здесь за моей спиной, FaceHunter, гораздо лучше, точнее отображает все микро рельефы, не только слизистой оболочки, но и кожи лица. Единственное, у него проблема при сканировании волосистой части головы, бороды, усов, у тех людей, у которых это есть, потому что иногда все-таки волосы дают другое светопроломление и меньше видны для луча, который сканируется. Снимает сама процедура, ну, может, минут 10-15, это правильные настройки, но ее польза в нашей работе просто неоценима. Поэтому спасибо большое компании «Реком», которая смогла нам привезти подобное оборудование в Москву, использовать его.